Приветствую вас, и вы знаете, вопрос довольно серьезный, вопрос довольно такой тяжелый, и я вам на него отвечу так, смотрите. Ну, обычно говорят в этих ситуациях, что сперва нужно выяснить, кто вы для, кто вы для, ну, кто вы в этой ситуации, да, то есть, кто вы такая, почему вы для этого, этот вопрос. Обычно говорят так, вот, но, но, я, наверное, вам, знаете, наверное, вам я скажу несколько, ну, немножечко вот все-таки другое, давайте, наверное, скажем, что, ну, не понятно, почему отец выгоняет своего сына, да, с чем это связано, почему он вот так делает, почему он, ну, хочет, чтобы с ним ушел, какие там проблемы у вас, у сына, у отца и так далее, да, то есть, какие именно там вот проблемы вообще есть, и какие там могут быть сложности, трудности и прочее. Это, на мой взгляд, знаете, достаточно важный момент, потому что, потому что, вот, обычно этому не уделяют должного внимания, а зря, потому что, момент действительно, действительно очень серьезный, вот, значит, если отец выгоняет сына, значит, там есть какие-то для этого основания, для того, чтобы он это делал, эти основания нужно разобрать, чтобы понять, а можно ли вообще как-то в этой ситуации помочь, помочь, вот, можно ли вот в этой ситуации сделать так, чтобы все-таки, знаете, как, никто никого, чтобы не выгонял, чтобы все-таки все старались жить как-то вот относительно мирно, да, вот, и что мешает это сделать, почему нельзя так сделать. Ну, вот это, в принципе, на мой взгляд, очень важный момент, то есть, если мы не поймем, почему отец выгоняет, значит, своего сына, что заставляет его выгонять, и, как бы, какие цели, вот, мужчина, ну, в данном случае, я имею в виду, вот, в данном случае, это отец, какие цели он преследует, если мы вот этого не поймем, то вряд ли мы сможем как-то в этой ситуации чем-то вам помочь вообще, потому что, кроме того, что вы относительно скудно описали свою проблему, так и еще, и не очень понятно, собственно, сама проблематика, может быть, может быть, знаете, может быть такая ситуация, когда сам отец уверен в своей правоте, правоте вообще, он просто вот, он уверен в своей правоте, он считает, что он прав, и в этой ситуации, если он считает, что он прав, сделать, то на самом деле особо ничего нельзя, то есть, если человек считает, что он прав, что он, вот, как бы, ну, должен, там, выгнать своего сына из дома, из дома и прочее, 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 то донести до него, что он этого делать не может, донести до него, что он не имеет права так поступать вообще, что он, в принципе, поступает, а морально, ну, вряд ли возможно, нужно понимать, такие вещи нужно четко понимать, стараться, по крайней мере, вот, и если, если, все-таки, такая ситуация, ситуация, вот, случилось, что отец выгоняет своего ребенка, то, что без проработки этих причин с психологической точки зрения ничего сделать будет нельзя, я хочу, чтобы вы это четко поняли для себя, что психология это наука о сознании, о поведении людей, а наука о мотивах это очень многогранная наука, но суть в том, что в любом случае всегда речь идет о том, что не всегда, далеко не постоянно, далеко не каждый раз лежит на поверхности, на поверхности, понимаете, и вам, вам нужно постараться принять сразу один такой довольно, может быть, ну, тяжелый факт для вас, это то, что вполне может быть, что помощь, помощь вам нужна не в области психологии, как вы вот, куда вы сейчас обратились, вполне может быть, что помощь вам нужна совсем в другой сфере, вполне может быть, что помощь вам нужна в области юриспруденции, например, вполне возможно, что помощь вам нужна там еще в какой-то сфере, например, в сфере опеки и попечительства, вы понимаете, вот, я хочу, чтобы вы постарались вот эти моменты для себя уяснить, я хочу, чтобы вы постарались меня услышать, когда я вам говорил о каких-то подобных вещах, это очень важно. И в первую очередь это важно не только для вас, но и для ребенка, которого выгоняют, выгоняют, потому что если ребенка выгоняют, на него это очень большая травма, и эта большая травма она может дать о себе знать потом, к сожалению, когда, ну, вот, когда пройдет время и ребенок будет вспоминать о том, как его родной отец его хотел выгнать из дома. Далее, далее, что я вам еще хотел бы сказать, точнее даже не сказать, наверное, а спросить, спросить я хотел бы у вас, это следующее. Как так получилось, как так вышло, что, значит, ребенок не прописан у отца? То есть как так получилось, что ребенок вот оказался совершенно незащищен в социальном смысле этого слова, в квартирном вопросе абсолютно незащищен он оказался. Почему так получилось, с чем это продиктовано и кто был инициатором вот этого момента, это точно, на мой взгляд, очень-очень важно, потому что без ответа на этот вопрос мы вряд ли сможем как-то вот, ну, помочь вам определить причины, причины того, что с вами происходит. Я имею ввиду с вашими, ну, с вашими родными, может быть, с вашими семьями, я не знаю, к кем вы являетесь друг для друга. Вот. Я рекомендую вам все-таки обратиться в первую очередь к нашим юристам для того, чтобы лучше понимать проблематику, для того чтобы лучше понимать права и обязанности, и во втором случае я рекомендую вам обратиться все-таки к психологам более приватно, более подробно для того, чтобы когда-то разобраться с тем, что происходит у вас с вами и чем обусловлена эта ситуация. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!